Однажды, в одном русском городе, жил парень Дмитрий. Ему всегда казалось, что за ним кто-то следит. И вот одним замечательным дождливым утром ничего не предвещало беды, однако Дмитрий еще не знал, в какую ситуацию попадет. Да, интересные новости. Надо бы проверить ВК. Тем временем прямо за окном хрущевки Дмитрия. Ха-ха-ха, сейчас ты расплатишься за то, что уничтожил наш бизнес. На, получай. Дмитрий сидел перед компьютером и не сразу почувствовал опасность. Как же много сообщений, не успеваю отвечать. Хух, а чем это пахнет? А-а-а, пожар. Что же делать? Надо что-то сделать. Бежать. Надо бежать. Но куда бежать? Спасите. Помогите мне. Куда бежать? Окно закрыто. Надо бежать наверх. Тут темно. Что же делать теперь? Надо сбегать из этого места. Быстрее. Надо выходить. Ура-а-а. Как же это произошло? Что случилось с моим домом? Как же я теперь буду жить? Что ж, по крайней мере я выжил, а все остальное не важно. Тем временем в местном отделении 112 творился полный бардак. Да, офицер Никита на связи. Как это в городе не осталось пожарных, и что же делать? Прибавка к зарплате? Конечно потушу. Диктуйте адрес. Диктуйте адрес. Так. Огонь. Иди-ка сюда. Сейчас я тебя потушу. Гори-гори. Ясно, чтобы не погасло. Вот блин. Опять путинская пропаганда. Зачем я бы вообще на полицая шел? Пожары тушить? Хотя бы платит хорошо. Грех жаловаться. На. Получай. Пропаганда чертова. Ну и все. На сегодня хватит. Время сгонять за пивасиком. Вот блин. Денег-то нет. Я забыл забрать свою зарплату. Что ж. Надо ехать в банк. Идите сюда, мои денюжки. Да, хорошая прибавка. Надеюсь, кто-нибудь найдет поджигателя той хрущевки. Но моя смена закончилась. И вообще, это работа пожарников.